Я приветствую любителей астрологии, гостей моего канала. Друзья, поговорим сегодня об энергиях 2024 года. И почему не надо загадывать желание в сам Новый год, то есть 00 часов 00 минут, а только спустя 2 часа после наступления Нового года. Я, конечно же, благодарю всех за лайки и репосты, комментарии, вопросы. Пишите, не стесняйтесь, если вам что-то непонятно. Друзья, по календарным ритмам в древности Новый год отмечали вообще-то весной в день весеннего солнцестояния. Это примерно 21 апреля на сегодняшний день. А вот, ну то есть вот как праздник пробуждения природы, и об этом нам как раз-таки рассказывает сказка «Снегурочка». Этому соответствуют и авистийские древние учения. В авистийской астрологии Новый год, начало нового сатурнянского календаря считается в день весеннего солнцестояния. А вот по юпитерианскому календарю, более распространенному китайской астрологии, Новый год встречают с восходом Луны после первого новолуния в знаке Водолея. И в 2024 году это произойдет 10 февраля. 1 января – это дата взята как начало новой эры, новое летоисчисление, которое распространилось затем в христианстве. А уже вот с 1918 года официально считается Новым годом в странах бывшего СССР. И сакрального смысла 1 января не несет, в отличие от сатурнянской и юпитерианской календарной системы. Этот праздник, можно сказать, такая народная традиция. Правда, есть нюансы, которые вносят такой праздничный флюор этой даты. Каждый год, правда, не всегда может быть именно в ноль часов, 1 января солнце находится в королевском градусе Козерога, что как бы вот и является своеобразным подарком свыше и благоприятствует загадыванию желаний. Ну, а о королевских градусах разрушительных, чтобы понять, что это в градусах змееносца, у меня есть видео, смотрите в плейлисте «Верхний зодиак». Итак, дорогие мои, вот приятная новость, что начало как бы новых годов у нас будет несколько, чтобы у вас не было какого-то пессимизма. Поэтому следите за моими видео. А вот какой календарный ритм выберете вы и по какой календарной системе жить, ну, вот как вам удобнее проявляется, как человеку социума, то есть вы как бы подвластны социуму, вы хотите проявиться социуму, то вы живете по юпитерианскому календарю. А если вы хотите проявиться как самодостаточная личность, стать серьезным, ответственным, тогда вам надо по сатурнианскому календарю жить, ну, или вы, может, вообще вам как бы все равно, и вы будете просто праздник отмечать, Новый год, 1 января. А мы, астрологи вестительской системы, вот пойдем на поводу этой народной традиции и посмотрим по карте, какие энергии зарождает 0 часов, 0 минуты, 0 секунд. Ну, секунды мы не, 0 не получится, 1 января. И нам бросается сразу конфигурация замкнутый тригон. Я вам ее сейчас выведу, в котором участвуют Солнце в Козероге, Юпитер в соединении с Белой Луной и Луна в соединении, но она на близком расстоянии, в общем-то, в соединении с Черной Луной в Деве. И зрители, которые смотрят меня в первый раз, чтобы вам было понятно, вы можете более подробно, вот как раз о всех этих планетах посмотреть мои видео. И Юпитер в знаке Тельца, и Белая Луна в знаке Тельца, и Черная Луна в знаке Дева, там уже более подробно о них все сказано, ну, больше информации. Потому что здесь я уже кратко скажу об этих констелляциях планет. Так вот, большой тригон, замкнутый тригон считается благоприятной конфигурацией, с одной стороны, это как подарок, защита, это может проиграться щитом. С одной стороны, вот как Солнцу, если в мировой астрологии рассматривать это, как лидером. Луна тоже для людей в мировой астрологии, Луна управляет людьми. Юпитер – это законы, это система власти какая-то, это социум, то есть вот таким щитом, с одной стороны, может являться. Но есть всегда, это если при условии, что мы будем соблюдать законы, поступать законно, проявляться в социуме, как человек, несущий закон, то есть и как люди, как маленькая единица, и как лидеры какие-то. И вот это по Юпитеру с белой луной, и даже если есть у нас амбиции, а может быть, ну, есть и возможности сделать какие-то большие дела, совершать благие дела. Это может быть благотворительность, меценатство, ну, расширение каких-то проектов или организация какого-то дела. И вот самое главное, чтобы в этом была чистота намерений, без блатов, взяток, нарушения каких-то этических и нравственных критерий. И вот этот большой тригон замкнутый, он вот дает защиту от, скажем, внешних каких-то злых сил. Солнце находится у нас в градусе изгнания луны, а это показатель солнцемысля, чтобы в том, что задумали, все-таки присутствовала душевность и забота о людях. Потому что луна в Козероге, она изгнанная, и есть комплекс, что тебя могут не понять в твоих целях. И вот градус солнца называется птицелов, держащий в руках двух удодов. Две птицы на левой и правой руках говорят о выборе. То есть, вот заметьте, перекликается с полнолунием, кто смотрел мое видео, последнее полнолуние 27 декабря, когда солнце было в градусе, символ которого называл, является две открытые двери. То есть в этом году у нас главная мысль будет, какой выбор сделать, что избрать, кого избрать. По солнцу в Козероге, какая цель наиболее важна из двух или более, к чему стремиться, какую власть избрать, какого лидера поддержать. А по солнцу лидеры будут готовиться тоже к выбранным компаниям, то есть у них будет выбор, по какому пути пойти. Все-таки соблюдая законы, вот опять же по Юпитеру и благие законы, каким-то высшим целям. Или же продвигаться вперед, ввысь, расталкивая локтями ближних каких-то своих соратников или оппонентов. Хорошо бы, чтобы вот все-таки людей Луна в Деве не использовали в корыстных целях, вот черная Луна о чем нам говорит, или вот как марионеток своих целей. Цели свои направили, вот это о лидерах я говорю, чтобы ежедневный труд людей, земной быт был в радость, вот в радость людям, на созидание общей цели, улучшение материальных, бытовых, служебных условий. Это, конечно же, и законно должны быть, вот на улучшение, то есть если новые сдаются на улучшение бытовых условий людей и рабочих, и вообще как властные тоже структуры, они должны работать на то, чтобы улучшать ежедневную такую вот жизнь людей, лучше ее делать. А в худшем варианте замкнутый тригон может проиграться в этом году как время, то есть последующего застоя или какое-то вот время проявления безинициативности, пассивности. Это про людей, чтобы не накликать кризис, катастрофу. Если рассматривать Солнце как лидеры, Юпитер, социальные структуры управления и Луна, люди вот вроде бы и создаются и лидерами, и руководящими структурами, и условия, и законы сдаются на укрепление гармоничной жизни. Но есть в них все равно ложка дегтя, о чем нам подсказывает аспект от Юпитера с белой Луной в Тельце к Луне с черной Луной в Деве. И люди могут пойти на этот обман, на подлог ради какой-то иллюзорной красивой жизни. Ну, по сути, люди поддадутся самообману. Вот их людей будут искушать громкими обещаниями, лозунгами, исполнениями вот этих обещаний у нас. Меркурия, ретроградные соединения с Марсом в Тельце, что вроде бы все для людей, для улучшения бытовых и рабочих условий Луна в Деве, которые могут так и остаться в лозунгах, на бумаге, когда основная цель и лидерами, и властными структурами будет достигнута. То есть вот использование людей в каких-то своих личных каростных целях. Причем вот эти обещания, они могут быть повторяющимися из прошлого, потому что Меркурий у нас ретроградный, а может продвигаться какой-то прошлый идеологический курс в жизнь Меркурии в Стрельце, ретроградный. Друзья, вот из всего вышесказанного, если вы не совсем поняли, что я наговорила, нас людей будут использовать, искушать, соблазнять вот черная Луна с Луной в Деве различными обещаниями, что именно бытовая жизнь, какие-то вот эти вот наши рабочие условия, медицинские, скажем, медицинской сфере будет улучшение, если мы поддержим кого-то определенно. А вот если люди, которые склонны к службизму, подхолимажу ради карьеры, ради для улучшения, вот пусть минимальных бытовых и материальных условий пойдут на этот обман, на эти лозунги. Есть люди, которых не волнуют морально-этические нормы тоже вот ради какой-то своей личной цели. И вот благодаря таким людям могут выйти в лидеры, скажем так, не лучшие представители или с устаревшими взглядами на жизнь, такие ретрограды, пытающимся вернуть к прошлым идеям, что раньше хорошо получалось, устраивало людей, но вот это может какое-то время сработать по замкнутому тригону, то есть это благоприятное такое время, но как минимум на год. А в дальнейшем это может приведить к деградации и стагнации, причем и как самих лидеров, так и людей. И вот тут уместно вспомнить полнолуние 27 декабря 2023 года. Новый год у нас начинается на убывающую луну, ущербную луну. Вы можете посмотреть мое видео «Фатальное полнолуние». То есть для многих людей консервативных взглядов, корыстных, приземленных, приземленных, заматериализованных, тяжелых на переменах, в скором будущем картина мира разрушится, система их жизненного уклада будет рушиться, и это очень болезненно скажется. Почему у материальных приземленных у нас тригон материальных земных знаков? Это земной тригон выделен именно светилами, Юпитером, такой основной планетой, септеннером, большой, скажем, именно социальной планетой. И вот это то, о чем я говорила в своем видео о полнолунии. И вот повторюсь сейчас, объясню для тех, кто не понял фатальности. Полнолуние, оно не проигрывается на само полнолуние в тот день. Я там описывала конфигурацию, конверт, которая подсказывает нам события будущего, что фатальность будет в будущем проявляться. Ну вот оно как бы с 27-го и вот уже переносится на год. Разрушение всевозможных систем в мире, и я уже об этом тоже почти два года объясняю положением прозерпины. В скорпионе, в разрушительном градусе, она и является управителем знака Девы, где находится Луна с черной Луной. То есть мировая система рушится уже в течение двух лет. Потому что для людей понятия долга, чести, совести, морально-нравственные, этические критерии, люди заморали с великнейшим животным инстинктом и поведению. То есть выживает сильнейший, и выживает он путями далеко не праведными, грязными поступками. Это показатель отсутствия веры и веры в высший суд. Вот земной можно обойти, а высший не обойдешь. И это будет показательно сейчас, потому что у нас заходящий узел в весах. А весы, знак вот как раз-таки это суда. И вы тоже можете посмотреть видео про лунные узлы вовне веса. Сатурн, управитель Солнца, то есть знака Козерога, в карте 2024 года. Сатурн – это система, выстроенная на личном уровне. То есть Прозерпина – это система мировая, а Сатурн – личная система. То есть это самодостаточность, твердость духа будет выявлена в экстремальных условиях. Ну, вот у каждого из нас. Я оговорюсь, чтобы вы не пугались, что это на ком-то больше, на ком-то меньше мере отразится, потому что все зависит от вашей личной натальной карты. Я говорю, это такие общие показатели. То, что будет наблюдаться в мире. Так вот, мы увидим, что в экстремальных ситуациях вот эта твердость духа будет проходить испытание. И мы можем увидеть, что кому-то будут пытаться ломать хребет, ломать дух, чтобы подчинить себе. Также выявится, кто оказался бесхребетным в критической ситуации. Причем это может быть тоже и на бытовом уровне в ежедневных ваших каких-то ситуациях. Поэтому надо быть осторожными. И особенно осторожными вот даже по Сатурну в разрушительном градусе с опорно-двигательным аппаратом. То есть быть осторожными, предупреждать травматизацию. Но круг спины, то есть позвоночником. И вот спасти может только светлое качество на данный год. Альтруизм. Не держаться за комфорт, за материальные ценности. Об этом нам говорит белая луна в цельце. Белая луна находится в градусе изгнания Плутона. Плутон нам всегда приносит такие большие, масштабные, экстремальные, ну такие тяжелые ситуации. Где надо вот просто собрать всю энергию, мужество, вот выдержать испытания. И вот чтобы эти испытания выдержать, каждому человеку надо выбирать путь света в этой экстремальной ситуации. Не впадать в панику и страх. Помогать, чем можешь, вот кому плохо, даже если тебе еще хуже, чем этому человеку. И, конечно же, не ждать благодарности. А просто помогать. Юпитер в цельце, в гостях у Венеры и в градусе обители Венеры. То есть, опять же, вроде бы такое хорошее положение. Градус звучит так. Человек с тремя головами, протягивающий правую руку. И этот градус проигрывался вроде бы в новолунии тоже в декабре, можете посмотреть. Я недавно об этом градусе рассказывала. И вот градус говорит о каких-то, может быть, научных, творческих достижениях, проявлении большого ума. И Юпитер, управитель социума, законно, руководящих структур, нам и показывает тяжесть по цельцу на подъем к чему-то новому. Здесь уже целец как запрягся, так и ведет, ведет по одной колее. А значит, вот эти новые научные достижения и проекты, законы будут долго как-то продвигаться в жизнь. Как бы и в сторону могут не отходить. То есть долго думать, размышлять, может, что будет больше продвигать мир как раз-таки кризисам и к финансовому, и продуктовому краху. И, в общем-то, какой-то мировой катастрофе. А в лучшем, если эта катастрофа скажется только на финансовой сфере. Ну, я имею в виду, что даже если лично у вас какой-то материальный крах, вы потеряли деньги каким-то образом, это лучше, чем проблемы со здоровьем или же потери жизни. Юпитер говорит об амбициях, откусить пирога побольше. Ну, то есть о желании. Он в гостях у Венеры. Здесь всегда хочется чего-то больше. Целец материальный знак. И хочется, ну, здесь, как худший такой показатель, хапнуть побольше денег, причем на кризисе. То есть есть возможность захватить или отжать и денег, и территорию, и недвижимость, и бизнес. А вот Венера в карте 2024 года находится в гостях у Юпитера в Стрельце. И у нас рецепция. То есть Юпитер и Венера. Венера в гостях друг у друга. Венера говорит нам о гармонии отношениях. Это любовь. Это наши личные деньги. В Стрельце это в лучшем гармоничное и красивое культурное отношение между людьми всего мира. И, конечно же, в личном плане это должна быть такая большая любовь. Ну, скажем, щедрая любовь. Венера в третьем градусе Стрельца, который звучит так. Человек, стреляющий из арбалета. То есть отношения в мире, скорее всего, будут выстраиваться с какими-то угрозами. Они распространяются с помощью, скажем, оружия, агрессии. Ну, такой какой-то воинственный здесь дух. Этот градус нам обещает. Вот зоодиак, то есть то там, какого животного управляет этим градусом. И у нас птица буревестник. Это птица высокого полета. У нее упорный характер. Но она не прощает, если задето самолюбие. То есть вот по Венере в своих отношениях мы будем проявляться вот как эта птица буревестник. Друзья, Венера является у нас событийным хронократером 2024 года по авистейской системе астрологии. Астрологи других методик могут вам называть другую планету. А вы просто уже проверяете, как проигрывается и чья система вам больше подходит. Какой системе астрологии вы верите. Так вот, Венера будет создавать нам события по своим функциям. А это все, что касается наших личных желаний, личного счастья, личные деньги, любовь. И это может достигаться по градусу, в котором находится Венера, путем агрессивных и каких-то захватнических способов. И так как стрелец дает расширение, то эти желания будут расти больше и больше. Ну, по мере того поступления, скажем, если они сбываются, то опять будет казаться мало. И надо будет еще больше. Вот чтобы весь мир мне принадлежал, весь мир знал меня, весь мир любил меня. Мир имеется в виду как ваш личный, так и в масштабном плане. А так как сейчас соцсети помогают себя любимого продемонстрировать на весь мир, почему бы не захотеть, чтобы весь мир любил меня в прямом смысле слова. Не любит, значит, заставлю любить, а кто не захочет, даже уничтожу. Если кто-то в прошлом меня не оценил, ну, так же избавлюсь от этого человека, от этих людей. Есть еще и сакральный смысл третьего градуса стрельца. Такой человек много о себе воображающий. На самом деле может ничего не представлять из себя. Это такой показатель голого короля. Тоже можете почитать сказку. Человек создает иллюзию о себе. Пыль пытается в глаза другим пускать. Яркой внешностью, красивыми нарядами. Своей авторитетностью. Это, видите, тут может говорить о даже каком-то высоком статусе человека. И он берет, ну, то есть воображает о себе многое. Он может о себе, ну, и другие о нем могут как бы представлять. А все это может выглядеть как фотошоп, внешняя сторона. А в глубине на внутреннем уровне человек может быть пустышкой. То есть вот эти обещания золотых гор, большой любви могут быть убедительными. И могут ранить сердце вам. В смысле влюблять. Человек с арбалетом. То есть он стрелу запускает. А потом ты понимаешь, что тебя обманули. Как в личных отношениях, так и в политике. И если человек пытается заслужить уважение, авторитет. Вот какими-то радикальными путями, то это показатель, что пытается свои детские комплексы и страхи компенсировать. Ну, то есть год будет больших искушений и горьких разочарований. Дорогие зрители, из этого значит, что мы люди во всем мире будем подвластны чем-то личным амбициям и комплексам. И каждому из нас в лучшем надо быть осторожными со своими личными желаниями, со своими личными амбициями и аппетитами. Ну, чтобы потом, опять же, не попасть в какой-то крах, чтобы система этого не разрушилась. И опять же, не попадать под личное обаяние кого-то со стороны. Попадать под чьи-то амбиции. В этом году будет насущный вопрос отношений между людьми, как в мировом плане, это осуждение, охлаждение, изоляция, так и партнерские, супружеские отношения в личном плане будут решаться как-то остро. А у кого-то в экстремальной или кризисной ситуации может прийти наоборот партнер, как дар. Деньги могут прийти, признание в социуме, а может быть даже и, ну, уже на более масштабном, таком мировом уровне. И еще напомню, у нас впереди Херон будет в королевском градусе. Вы можете посмотреть видео я о Хероне делала, посмотрите. А Херон у нас является управителем градуса солнца. И он говорит об изменениях, решении спорных вопросов, состязаниях, о выборе победителя на соревнованиях, выборной гонке, судебных решениях. Ну, то есть вот все такие вопросы спорные, законодательные, партнерские будут решаться. Вот и будет у кого-то фатальное везение, а у кого-то фатальное невезение в двойственных, спорных, выборных и судебных ситуациях. Сказать, что год будет гармоничным и комфортным по Венере, ну, не могу, так как все-таки две планеты в разрушительных градусах, водных. А это кармические истории, как личные, так и в мировом масштабе. Венера находится на вершине Тау-квадрата. Вот вы видите. А тоже, если смотрели моё видео Тау-квадрат с Плутоном Водолея, я рассказывала, то вы помните, что эта конфигурация, она ещё называется топор. Венера вот на вершине, а в основании у нас Сатурн в рыбах в разрушительном градусе в оппозиции с Луной в Деве. И это показатель, что желание и чаяние людей могут разрушать, подавлять, вот как система власти, силовые структуры будут требовать подчинения чьей-то единой воле, личным желаниям по Венере. Ограниченность и изоляция от мирового сообщества. Сатурн у нас в рыбах, он как бы спрятан, гора в океане, я вам это тоже рассказывала, что как вот либо спрячут, либо спрятаться захочется. Это может быть вот ограничение на путешествия, удары по личным финансам людей, то есть ограничено в финансовом плане квадратура Венеры и Сатурна. И совет вот по итогу всего сказанного, могу повториться, может кто-то и не понял, следите за своими желаниями, амбициями и аппетитами. Важно, каким путем вы будете решать вот эти свои личные вопросы, понятия своего личного счастья, поддаваться на искушение, теша свою прихоть и похоть. Или же пусть трудом, через кризис, через испытания по Сатурну в разрушительном градусе, но все-таки выстраивать светлое гармоничное отношение с людьми, придерживаться светлых и добрых идей, проектов, ну и так далее. Венера управляет личными финансами и в этом году рекомендуется не влезать в крупные долги и кредиты, потому что будет трудно отдавать по Тау-квадрату, вот он будет временами бить. Людей будут искушать брать кредиты, но вы все-таки думайте, потому что погасить, а вот погасить полностью кредит в этом году, если брали в прошлом или раньше, по возможности было бы очень хорошо. Но тоже могут быть трудности с выплатами возникать время от времени, и это будет вот вам как испытание. Думайте, прежде чем давать в долг кому-то, будете долго ждать или будут вам отдавать малыми частями. Если хотите помочь, значит, настройте, что не скоро свои деньги вернете. Но если хотите порвать отношения с человеком, значит, как раз-таки могут испортиться отношения на фоне финансов, скажем так. А если в вашу жизнь приходит новый партнер, и лучше, если ваш конфетно-букетный роман продлится как бы дольше, чтобы вы смогли узнать друг друга, и дольше это вот опять по Сатурну. Сатурн у нас планета такая вот медленная, но основательно. То, что приведет, да, это может вам показаться трудно, но это как раз-таки то, что приводит к таким основательным отношениям, длительным, стабильным, чтобы вот лучше узнать друг друга. А вот как раз-таки совместная постель в идеале должна быть после свадьбы, особенно молодых это касается. Это и есть истинное правило в отношениях, в супружеских отношениях, чтобы потом не было горьких разочарований в любви. И подскажу, что желание на Новый год загадывайте не в ноль часов, а через два часа пять минут. Ну, я говорю по минскому и московскому времени, и это будет в два часа ноль пять минут ночи, так как именно в это время солнце войдет в одиннадцатый королевский градус Козерога. Вот, в это время хорошо загадывать желание. И это же касается стран, расположенных до Англии, до Франции, то есть все страны в восточной части Евразии. То есть в ноль часов солнца не будет в королевском градусе. А королевский градус как раз-таки дает нам подарки и те исполнения желания. Но опять же, услышьте, действия разрушительных градусов никто не отменял, и желания у кого-то могут исполниться в течение года, причем быстро. Если у вас в карте есть королевский градус, но может, могут и отнять эти желания, если неправильно поведете себя в течение года. А кому-то дадут подарок уже после каких-то тяжелых испытаний. И я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю радоваться и благодарить жизнь за подарки и за испытания одновременно, после которых понимаешь цену жизни. Всех вам благ!